Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Единый день голосования 2022. Агитационный этап. Сегодня Общественная Палата Республики провела расширенное заседание штаба. Обсудили работу общественников в агитационный период выборов. Также собравшиеся отметили важность соблюдения законодательства при агитации. Говорили и о функциях территориальных избирательных комиссий в этом направлении. К работе круглого стола присоединились по видеосвязи представители независимого общественного мониторинга, которые дали свою оценку деятельности общественного штаба. Сегодня стартовал масштабный федеральный просветительский марафон «Знания». На площадках самого масштабного образовательного мероприятия года можно познакомиться с интересными лекциями, выступлениями и мастер-классами. Более 200 выдающихся лекторов, среди которых государственные деятели, предприниматели, ученые и деятели медиаиндустрии. Марафон будет проходить в течение трех дней. О том, насколько важна данная акция, расскажет Альбина Ламкова. Чем больше вы будете писать, тем лучше у вас будут складываться логические цепочки. Для молодежи республики организовали совместную трансляцию в одном из залов общеобразовательного учреждения. Послушать лекцию пришло большое количество людей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в первом дне федерального просветительского марафона российского общества «Знания». Он выступил на тему «Наука убеждать. Сила слова в агрессивной среде». Судя по внимательным лицам, лекция была не просто убедительной, но и интересной. Мои ожидания оправдались. У нас сейчас спикер — это Песков, и он достаточно интересные вещи нам говорил. Он говорил о том, что если мы не захотим что-то изменить в своей жизни, то ничего и не изменится. Мне кажется, это самое важное из его речи. Они делятся своим опытом с нами, помогают нам, наставляют нас на нужный уровень и на нужный путь. Наша страна, Россия — это огромная страна возможностей, где мы можем также проявить себя и свои инициативы, и свои таланты. Получать знания не только никогда не поздно, но и крайне полезно, особенно от профессионалов. Ну и, конечно, важно, чтобы была возможность их применить. Главная цель таких мероприятий, марафона, акций просветительской, это безвозмездная передача знаний подрастающему поколению. И, конечно, нас очень порадовало то, что, во-первых, дети активно готовы принимать участие в этом марафоне, в этой акции. Но и очень важно то, что наши спикеры, уважаемые люди Карачаевской республики согласились с удовольствием поделиться своими знаниями. Четвертый федеральный просветительский марафон общества «Знания» будет идти по 2 сентября включительно. С лекциями перед аудиторией выступят свыше 200 известных людей, среди которых государственные деятели, бизнесмены, ученые, представители сферы культур. А еще на актуальные темы гостей ожидает премьера просветительского спектакля, интеллектуальные задания и возможность выиграть призы. Подключиться к марафону в онлайн-формате можно будет из любой точки России. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В преддверии нового учебного года представители регионального народного фронта проверили степень безопасности маршрута в школу. Помимо обустроенности пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, общественники обращали внимание и на заброшенные здания, которые, согласно мониторингу, посещают в том числе дети. В некоторых из них побывал наш корреспондент Артур Мхце. Эти развалины в районе 40-х домов по улице Космонавтов в Черкесске когда-то могли стать пятиэтажным зданием. Но вместо этого теперь являются заброшкой, которую кто только не посещает, в том числе дети по пути в школу. Принадлежит им управлению Федеральной службы исполнения наказания по Карачаево-Черкесской республике. Это опять же результат мониторинга народного фронта по акции «Дорога в школу». Здесь поблизости находится 19-я гимназия. Жители окрестных домов не раз видели, как в заброшенном здании прятались несовершеннолетние. Гонять их постоянно возможности нет, как и полномочий. Будет ли этот по нынешним меркам древний долгострой когда-нибудь приведён в надлежащее состояние, неизвестно. Пока же заброшка служит пристанищем для представителей различных сообществ, а также местом свалки бытовых отходов. В последние летние дни эксперты Народного фронта по Карачаево-Черкесии проверили безопасность маршрута школьников в образовательные учреждения Черкеска. Дорожная карта периодически обновляется. Где-то реакция на сигналы общественников происходит незамедлительно. Но это здание по космонавтам в течение нескольких лет остаётся неприятным исключением. Эта территория очень опасная. Очень. Это с 2018 года. Горело три раза. Бомжик умер один. Дети идут в школу. Пять часов уже темно. Дети некоторые идут вокруг, а некоторые напрямую идут. Они не придерживаются этого ничего, что безопасно. Мы боимся. Мы боимся за своих детей. Наркоманов сколько здесь, это вам не передать. Несмотря на реальную опасность здания для малолетних, оно доступно для всех. Территория вокруг огорожена лишь формально. А ведь через него проходит дорога в ближайшую школу. Мы спокойно сюда вошли через ограждение территории, дверь открыта. И также можно зайти через все двери, их просто здесь нет, в это здание, на территорию. Это здание представляет собой опасность. Здесь были пожары. По рисункам мы видим, что здесь обитают не совсем нормальные личности. И также здесь могут быть дети, которые учатся в 17-й гимназии. Несколько лет назад мы уже снимали в этих помещениях. Тогда здесь только-только закончились последние занятия школьников. И казалось, судьба здания предрешена. Оно будет снесено. Но, как видим, для него нашлось другое предназначение. И теперь оно служит жилищем для маргиналов. В любой момент здесь могут загореться сухие ветки и мусор. Говорить о безопасном пребывании юных горожан даже не приходится. Однако ветхое строение так и остаётся памятником бесхозяйственности. Общественники и жители соседних с заброшкой домов надеются, что судьбу здания окончательно решат до того, как на его территории ещё что-нибудь произойдёт. Начинается очередной учебный год. И люди мечтают, что он запомнится исключительно достижениями в знаниях, а не печальной статистикой происшествий. Артур Махцер, Расолбердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днём в горах местами кратковременные дочи гроза. Ветер юго-восточный 4,9, температура ночью 15-20, в горах до плюс 14. А днём 31-36, градусов тепла и местами 24-29. Высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9, температура ночью 17-19, а днём 34-36 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкес, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. Зовут меня Злодник Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкес, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Продолжаем выпуск. Сегодня по поручению главы Карачао-Черкесии Рашида Темрезова три машины, груженные дровами, отправились рано утром из Черкеска. Две из них предназначены для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и будут доставлены по линии Министерства обороны Российской Федерации. Третья выехала в Луганскую Народную Республику. Ее жителям доставят по линии МЧС России. С инициативой организовать отправку дров также выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Благотворительную инициативу партийцев, кроме военных и спасателей, активно поддержало и Министерство природных ресурсов и экологии Карачао-Черкесии. Во главе колонны «Транспорт МЧС» для демонстрации гуманитарного характера миссии напомним, с начала специальной военной операции наша республика уже отправила более 500 тонн различного гуманитарного груза. Преимущественно это были продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Сегодня мы продолжим рассказ о восхождении на перевалы Морухский и Халега к местам боевой славы. Для многих героев снежные перевалы Кавказа стали последним пристанищем. Они так и остались лежать на заоблачных вершинах в снежных могилах, обложенных гранитными плитами. С высоты кавказских горф. Репортаж Фатима Дауровой. В 6 утра в горах еще прохладно. Солнце только выглядывает из-за пиков вершин. А группа восхождения уже вышла на маршрут. Перед ней стоят две цели. Одна часть должна пройти к озеру Халега и дальше на сам перевал. А другая направляется к обелиску на соседний Морухский. По прогнозам инструкторов, путь должен занять 5-7 часов. Дорога открывает удивительной красоты пейзажи и виды, которые никого не оставляют равнодушным. В прозрачную тишину горного воздуха пробиваются только шум реки, фырканье лошадей, коих здесь немало, они тут целыми табунами и местами оглушительный рек водопадов. Под палящим горным солнцем до сих пор держат оборону остатки лавин и ледников. В страшной лихолетии Великой Отечественной войны снежный покров здесь достигал до трех метров. Спрятаться от стужи было негде. Войцы сооружали из камней укрытие, а крышей служила плащ-палатка, вместо матраца был лед. Мороз все крепчал, застывали пулеметы, а с ними и люди. Сложно сейчас представить, через какие испытания прошли солдаты советской армии, чтобы сегодня октябренок Максим Костарокожев смог свободно подняться на перевал с маленькой копией главного символа большой страны – красным знаменем. Я дошел до озера, шел на первом дыхании, а потом как-то под конец вспомнил про воду, про кушать, про еду. Вспомнил, сразу включилось как-то через второе дыхание, третье дыхание, и пошел быстро в лагерь. Максим не заблудился на трудном маршруте. Вместе с ровесниками, другими ребятами он шел наравне со взрослыми. Шаг за шагом, огибая камни на пути, он шел к цели, пока взгляду юного туриста не открылась блестящая гладь озера Халега с кристально чистой ледниковой водой. Возле этого озера у немцев стояла бугельная канатная дорога, по которой они поднимали грузы и вооружение на перевал оборонный. 28 августа 1942 года здесь почти полностью погиб батальон капитана Василия Рухадзе. Более 450 советских солдат сложили головы в этом бою. Некоторые из них попали в плен. Позже 12 из них гитлеровцы расстреляли на берегу горного озера. В 2019 году водолазы экспедиции «Неизвестный Кавказ» нашли на 6-метровой глубине многочисленные артефакты Великой Отечественной войны. В это же время группа, совершавшая параллельное восхождение на Мырухский перевал, тоже добралась до назначенного места. Поставленные задачи были выполнены. Два перевала покорены. У обелисков участники восхождения провели митинги памяти советских солдат, которые остались здесь, закованными в ледники. Сейчас, когда нацизм пытается возродиться на стражу спокойствия и мира, встали потомки тех, кто воевал за победу. Особую актуальность и значимость эта работа приобретает в свете происходящих событий в братской Украине, где пришло к власти поколение, выросшие при полном отсутствии патриотического воспитания на основе ложных ценностей и ложном изложении исторических фактов. Это поколение, предавшее забвению бессмертную память своих дедов, отцов. Это третье по счету восхождение данной группы к местам боевой славы. И в каждом из них принимал участие самый старший участник группы Николай Константинович Шолухов. В далеком 61-м году он был в команде тех, кто запустил в космос первого человека Юрия Гагарина. И с тех пор не угасло желание покорять вершины. Четыре года назад мы были на Морозском перевале. Я бы как бы покорил этот Морозский перевал. В этом году по возрастному ограничению, так сказать, мы прошли больше половины расстояния и вернулись, так сказать, бодром здравии. И цель каждого рывка в горы не оставить в забвении ни одного погибшего воина, а дать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта всем тем, кто возрождал страну из руин. Фатима Дорва Лебастана в вести Карачаева-Черкесия Марухский перевал. Это все вести. Прямо сейчас продолжение исторического сериала «Елизавета». Редактор субтитров А.Семкин